Доходы городского бюджета увеличились на 123 миллиона рублей. Субсидии поступили из окружного бюджета на выполнение первоочередных задач. Подготовку к осенне-зимнему периоду, утилизации мусора, дорожную деятельность, снос 13 ветхих и аварийных домов и другие направления. О доходах и расходах бюджета на Ринмара глава города Олег Белак доложил на еженедельной планерке губернатора. После внесенных поправок на сессии 23 июня доходы и расходы городского бюджета изменились на 123 миллиона рублей. Таким образом, доходы в 2017 году планируются на уровне 882 миллионов 700 тысяч рублей, расходы – 897 миллионов. Размер дефицита останется прежним – 14 миллионов 300 тысяч рублей. Доходы бюджета формируются в большей части за счет налогов. В структуре доходной части собственные налоговые и неналоговые поступления составят 631,7 миллиона рублей, или 83%. Если посмотреть на структуру собственных доходов, практически 80% из них составляет НДФЛ. Далее у нас идет, как мы называем ее, миненка – это налогобложение предпринимателей, налог на имущество жилых домов. Далее доходы используемые муниципальные имущества, штрафы и прочее. Расходы городской казны формируются по программному подходу. На 10 муниципальных программ приходится 93% бюджета. Наибольший процент расходов приходится на сферу ЖКХ – 419,7 миллиона рублей, или 47%. На втором месте стоит решение общегосударственных вопросов, куда входит в том числе содержание органов местного самоуправления – почти 233 миллиона. Национальная экономика, включающая в том числе содержание муниципальных предприятий, таких как АТП и Чистый город, обходится бюджету в 170 миллионов рублей. Сфера социальных вопросов оценивается в 40,8 миллиона. По словам главы региона, расходы на содержание органов местного самоуправления не должны стоять в первых строчках расходных обязательств. Неправильно тратить половину своих бюджетов, половину своих доходов на собственное содержание. Поэтому здесь смотрите, оптимизируйте, размышляйте по тем полномочиям, которые есть. Еще раз повторюсь, тратить половину собственных средств на содержание мы тогда забываем об чакарожанах. Как пояснил Олег Белак, расходы на эти цели снижаются и в следующем году будут уменьшены на 15-20%. Также городской бюджет выплачивает муниципальный долг. Сегодня он равен 61 миллиону рублей. В ноябре этого года будет погашен первый кредит в размере 26 миллионов рублей. Второй кредит – 35 миллионов в сентябре 2018-го. В конце выступления мэр города добавил – собственных доходов на исполнение полномочий не хватает. И без поддержки округа муниципалитету не обойтись.